всем большой привет из вкусного полезного прованса посмотрите у нас здесь какая красота да мы иногда едим бургеры домашние бургеры и там у нас внутри котлетки из куриного фарша они сейчас горячие и посмотрите какие булочки для бургеров нашла лена когда я увидела в магазине сказал вау сейчас просканирую это новые булочки я уже обрезала здесь упаковку знаменитая марка французская лабуленджер девочки excellent то есть просто замечательное качество и хорошие очень ингредиенты и они из по-французски сьегля сьегля по-французски это у нас рожь наверное вот если вдруг ошибаюсь то и справки в комментариях сейчас добавляем проростки брокколи и делаем большой салат у нас получается супер обед почему потому что есть белок углеводы и будет клетчатка у мужчин еще и из сыр немного жиров тоже полезно поэтому даже бургеры могут быть очень очень полезные еще нужно добавить свежую помидорку и сладкий перец кто любит и вообще будет просто сказка все просто когда делали с александром закупку то в магазине лидл купили плоские персики и абрикосы и персики у нас не выдержали они начали быстро очень подгнивать и поэтому мы оставили самые хорошие и сейчас вот из оставшихся сделаем быстрое варенье персики абрикосы и пектин так что сегодня у меня внеплановая готовка внеплановое варенье мои дорогие сейчас вам буду записывать видео про ферментированные продукты и про подарки во франции вы попросили поэтому не хотела сегодня ничего готовить приготовила только тирамицу для владислава но вот пришлось готовить и на вечер мужчины попросили киши в лаваше так что лена готовит снова а вы в этом году будете делать заготовки или вы их уже не делаете ну вот мое персиково абрикосовое варенье готово я уже попробовала супер супер вкусная добавила совсем чуть-чуть подсластителя капельку можно и без подсластителя и знаете я хотела вам рассказать как раньше делал лильян и я много видела такого конфитюра во франции особенно когда знаете приезжаешь в какой-нибудь замок и там продают маленькие необычные баночки с необычным сочетанием конфитюра и там был конфитюр и в него добавляли поджаренные слайсы миндаля это так вкусно вот если вы будете делать конфитюр то сделайте несколько баночек вот с этими знаете миндаль такой вот как его правильно сказать слайсы такие тоненькие порезаны его лильян поджаривал на сковороде и потом добавлял в конфитюр французы любят делать пирог абрикосовый открытый и сверху добавлять миндальные слайсы я в инстаграм выставила пост про сливочное масло как любят французы подавать сливочное масло и там на бутерброде был конфитюр из абрикос и слайсы из миндаля поджаренного это супер вкусно всем доброе утро из прованса показываю вам лавандочку то поедем скоро в отпуск и лаванда вся отсветет пчелки работает жарище в провансе и передали жару на эту неделю работяги работают и цикорий цветет это сколько цикория и сегодня захотелось выйти пораньше утром прямо рано на прогулку не рано можно еще раньше вот здесь какие-то цветы не знаю тело потребовало природы захотелось даже не захотелось идти в зал на йогу совершенно а захотелось просто идти вот и вдыхать и воздух бывает у вас такое йогу я люблю обожаю вот сегодня такая потребность я думаю надо себя послушать и пойти гулять просто вообще с возрастом начинаешь себя слушать что тебе хочется не по каким-то законам миндаль какой уже вырос а просто прислушиваться к своим ощущениям пойду свои холмы через полчаса уже будет жара будет невозможность только на море купаться не поздоровалась привет на меня спрашивали многие в комментариях спросили лена расскажи два твоих упражнений которые ты делаешь для рук я делаю отжимания от стены несколько раз в день просто не от пола от стены мне нравится очень хорошо подтягивает руки и второе упражнение это стою в планке ну раньше стояло очень много в планке но я тебя не напрягаю сейчас вот ровно минутку и хватит раньше я даже там помню не на первом месте а на втором или на третьем выиграла конкурс спортивном зале постоянно в планке я стою на прямых руках и все больше ничего не делаю иногда гантели но больше нравится отжимания от стены и планка отжимания от стены на первом месте планку не всегда делаю и все прогулочки мои но я отжимания делаю по определенной технике с дыханием не просто как так задержка и дыхание потому что я проходила я же люблю всякие форма сен это называется обучающие программы у кого я проходила марина горпан кажется так все иду дальше а там у нас есть место я наверно посижу и вместо йоги сама помедитирую подышу вот что мне больше всего на йоге нравится это медитации нагулялась по холмам зашла попроведывать александра он сегодня здесь у нас в жандармерии принимает людей все кто приходит жаловаться вчера был ужасный день можно так сказать для жандармов постоянно аварии аварии люди жара рулят и блин из нашей деревни все 39 лет нет человека на мотоцикле вчера мне было стресс тоже даже ладно не буду о плохом вам рассказывать давайте вам лучше покажу какая у нас здесь красота поэтому я еще хочу чтобы александр поменял работу он постоянно вот вчера он сообщал родным они живут вот как я хожу в магазин дом прям новый совсем быстро или с двумя детьми вот надо так спешить домой обогнав машину а там напротив машин сегодня снова ночью молодежь возвращалась откуда-то ой давайте ладно другом смотрите у нас тут один жандарм обожает огороды я с вами говорила чтобы в франции огороды сажают для удовольствия так он развел небольшой сад-огород жандармерии посадил сюда два кустика малины давайте вам покажу что он здесь посадил сделал небольшую теплицу ой тут у него клубника вон какая большая он говорит я не могу даже если я жандарм растет в горшках мне нужно заниматься землей высадил юка оливковое дерево как у него хорошо приросло смотрите какой уже большой когда они год назад переехали всякие растения а это у нас что у него здесь растет наверно ты не может или это цукини спросить у него оливковые деревья цветы ты и вот он занимается здесь если люди которые обожают у светланы муж и сашенька обожают сад-огород там он еще что-то задумал вот так жандарм у нас здесь развел свой огород красивый чтобы отвлечься покажу показала вам молодец сегодня захожу с другой стороны почту проверяла ух дома опять пахнет сигаретами наш сосед переезжает но где-то уезжает через месяц сейчас у него отпуск и он курит на террасе на что поделаешь нам подарили в биомагазине когда мы последний раз ездили за кефиром дыню она так пахнет на всю кухню надо будет ее остудить я не люблю теплую дыню холодную люблю и с жамбончиком будет вообще супер вкусно с ферментированным кстати сейчас выпью свой кефирчик фруктовый а нет комбучу сейчас выпью и сделала для канала худеем по-французски сильно франц видео про ферментированные продукты кто не посмотрел обязательно посмотрите что говорят французские врачи и диетологи показала вот эту кефирную воду многие мне написали лена это сыворотка от кефира я еще ее не открывала не пробовала сейчас она становится популярной это сыворотка от кефира не знаю во франции это называется пробиотическая вода симбиоз кефир вот и попробую потом вам расскажу но не думаю что вкусная мне вот больше нравится когда с фруктами комбучу я обожаю в летнее только время и обожаю фруктовый кефирчик с различными вкусами все вам рассказала показала прям супер обязательно посмотрите видео многим-многим понравилось александр кстати вчера попробовал варенье из персиков из корицы из абрикосов сказал лена просто супер а еще что я купила мы раньше всегда покупали и давно я не покупала александр обожает вместо спирулины и вместо различных добавок это бабы какао они для энергии просто супер и они тоже ферменте и нон торефье то есть тоже ферментированный продукт представляете и сейчас я их открою покажу я и холодильники храню открытые два всего подождите минутку они супер вкусные я люблю вкус такого горького шоколада настоящего обожаю говорят 23 и дают супер энергию и вот после спорта александр и и берет собой на работу или вот когда после прогулочки спортивных занятий замечательно энергия но они должны быть очень хорошего качества и лучше органические как они выглядят если не пробовали очень советую обязательно попробуйте вот немного кефирчика два таких боба и можно еще один или два как орехи то называется где много селени у селена бразильский орех но у меня закончились бразильские орехи нужно будет купить что у нас сегодня на обед у нас сегодня на обед вот такая замечательная тарелочка салат и свежих овощей и нут у меня александр обожает нут когда я добавляю в салат значит это у нас клетчатка и плюс нут это углеводы и у нас сегодня красное мясо с грибами и с маринованным луком очень вкусное мясо покупали в лидоле кстати нам понравилось немного оливок и будет еще суп холодный госпачо так что все полезненько белок клетчатка углеводы а на десерт сорбет у нас в этом году столько мух это что-то невозможно да что это такое хотела вам показать мороженка которое прикупили теперь покупаем только эту марку но она прямо круто я владислав вот еще вожу девочки спрашивали это фабрикацион артизаналь то есть маленькое предприятие которое производит мороженое и вот это называется родился в марселе мы зонды на глаз вот здесь из прованса крутое особенно я в этот раз купила из мандаринов нет из клемантинов сорбет клемантинки но она тоже очень вкусно сорбет это он да о лена открыта может подождите прям вкус настоящих клемантинок мандаринок но мне больше понравилось из манго манго какое-то кое-что что его просто взяли и перемиксовали и заморозили вот это тоже очень классная но манго мне понравилось больше мы решили с александром попробовать все все всю серию и еще александр первый раз взял мороженое шоколадное и она прям вот представляете из настоящего шоколада из какао сейчас открою это вообще я такого шоколадного мороженого еще ни разу не пробовал ингредиенты замечательные и смотрите какое оно черное на вкус вы просто не представляете это бомба и знаете как мы его подаем мы подаем шарик шоколадного и шарик сорбет из клемантинок сорбе сорбе по-французски в русский сорбе или сорбе не знаю правильно как получается такое крутое сочетание и сверху чуть-чуть пекинного варенья это просто супер ну и мы еще покупаем вот это ванильная которая вам показывала в нашем биомагазине тоже она крутое и низкокалорийная там всего 80 чем-то калорий в этом побольше шоколадном чтобы вам не обманывать вас вот сейчас поднесу 185 лимантинки сорбе это он самый такой не калорийный 115 или 120 и вот фисташковая 175 калорий и еще нам понравилось я вам уже показывала мы попробовали не очень дорогое мороженое первый раз нет это тоже сорбе в лидоле купили из помплимуса грейпфрут и она тоже очень крутое очень хорошие поэтому у нас вперед фабрика с ухами мороженую и сегодня я хотела ответить на один вопрос под последним видео одна из один из моих абонентов написала лена расскажи про французов и про подарки вам очень часто свекровь делает подарки владиславу покупает одежду покупает какие-то подарки когда уезжают куда-то мы слышали что французы жадные они никогда ничего друг другу не дарят правда ли это или нет конечно же это неправда все зависит от как во многих странах ну от самого француза от воспитания французов до во франции нету такого культа подарков чтобы прям подарки дарили при каждом посещении гостей можно так сказать если француз приглашает другого француза в дом то это не значит что он его от него ждет каких-то подарков и это нормально здесь принято и на день рождения вам уже говорила много раз приходить с небольшим подарком это может быть букет цветов это может быть шампанское некоторые приходят без подарков некоторые приходят с очень хорошими подарками все все индивидуально и зависит от семьи например в нашей семье принято дарить подарки вы видели что даниэль обожает дарить подарки то есть если она куда-то едет то небольшие подарки она привозит всей семье вот недавно она ездила в испанию летала на самолете и казалось бы какие там подарки то есть пожилая женщина сумками и все равно она привезла небольшие испанские подарки всем а владислава еще и привезла одежду если мы куда-то уезжаем даже в отпуск то я как русский человек я люблю делать подарки и поэтому я всегда мужу говорю что давай привезем подарки всем небольшие подарки например из баркарес какие-то сладости это не будут там какие-то подарки за бешеные деньги нет мы такого не делаем честно вам скажу только если мы сбрасываемся на день рождения вот в нашей семье принято просто сброситься определенной суммой денег и купить человеку хороший подарок как мы например сделали на день матери для даниэль купили очень хорошую посуду для кухни и вообще чаще всего мы сбрасываемся все и покупаем какой-то один подарок например мы ходили в гости к племяннике племянницы на день рождения на 25 лет вы видели это видео на канале жизнь сибирячки во франции если кто-то еще не видел то обязательно обязательно посмотрите как французы отмечают день рождения и мы знали что ей нужен компьютер мы обсудили все это и решили зачем покупать что попало в нашей жизни то что не будет использоваться то лучше подарить то что ей нужно и решили сброситься все деньгами и она сразу же пошла и купила себе компьютер который выбрала лично она то же самое вот сейчас у владислава ему не нужны какие-то подарки сюрпризы я думаю что это много молодежи сейчас такое они предпочитают чтобы им купили то что им нужно владислав чаще всего говорить мне нужно то 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 и дай это может быть с одной стороны интерес не интересно потому что это не сюрприз но с другой стороны мы так функционируем в нашей семье лучше подарить то что будет использовано напишите как вы вы предпочитаете подарки сюрпризы или все-таки подарки которые вам нужны и которыми вы будете пользоваться очень долгое время что чаще всего еще дарят французы французы дарят еще всякие различные но они любят такие вот продуктовые корзины дарить например в какой-нибудь замок приезжают или винный погребок и там уже составленные корзины там у них и паштет там у них и какие-то вино все там вместе такие красивые продуктовые корзины вот это французы обожают дарить без заморочек купил все люди в основном довольны любят дарить боксы в которых такие знаете специальные боксы которым ты можешь сходить или в ресторан в любой там все оплачено или можешь поехать отдохнуть на одну ночь в какой-то замок в какой-то отель или просто вот для тех кто любит драйв там прокатиться на полетать на дельта плане или французы также очень любят дарить подарочные карты из какого-то магазина потому что чаще всего вот парфюм например же не выберешь у каждого свой вкус они заходят сифора или в летуаль и покупают там какой на себе покупая там подарочную карту сейчас эти подарочные карты во франции очень популярны и ты их можешь купить как в любом магазине в магазине одежды и также в салоне красоты вот совсем недавно для даниэль на ее день рождения мы дарили подарочную карту из салона красоты и она ходила и делала себе там суэнь это называется по-французски то есть и занимались там делали различные масочки на лицо массажи маникюр педикюр вот это тоже очень очень популярно во франции что еще популярно ну и просто чеки подарить чек денежку чтобы человек купил сам то что хочет сейчас все реже и реже дарят какие-то вот подарки которые просто выбрался человек то есть тот кто дарит и который может могут оказаться ненужными совершенно так что так и в нашей семье да мы любим друг другу дарить подарки мы все в нашей семье дарят подарки вы видели вот магали мне могла просто так купить чашку красивую для чая то же самое я если я еду в какой-то бутик чайный я могу купить магали какой-то чай или куплю например сестре александра то же самое она может прийти с чем-то я к ней с чем-то могу прийти очень часто если мне приходят посылки из россии я оставляю эти подарки я знаю что им будет интересно попробовать новые продукты мы а я оставляю под такие продукты или какие-то ну не знаю небольшие подарки из россии для всей моей семьи они уже знают если я не пришла посылка значит им обязательно что-то достанется но так функционирует наша семья и остальные французы они могут функционировать по-разному в каждой семье своих закон и мне кажется это правильно осуждать кого-то не стоит но говорить что французы задны и не дарят подарки нет я такого лично сказать не могу сейчас я вставлю кусочек видео как даниэль приехала из испании и что она нам привезла приятные небольшие подарочки спасибо вам огромное подписывайтесь на канал кто еще не подписан если есть какие-то вопросы про французов обязательно задавайте я обязательно по-честному все расскажу о нашей жизни во франции лично о нашей потому что как я еще раз сказала каждая семья функционирует по-своему всем пока пока я не знаю и что и вы и вы